Лево, здесь предстоит в Церкви, и сните святых, невидимо за ней молится Бог. Так ликующе радостно поет, ныне святая Церковь, вспоминая празднуемые сегодня события. Давно это было, более тысячи лет тому назад, в Царственном граде Константинополе, в Баблахеновском храме, где хранились великие святыни, Риза Богоматери, счастье пояса и омопор, то есть покрывало, которое она носила на своей причистой голове, происходило всеночное денье. Ради того, что на Константинополь напали страшные враги с Востока, празднившие царственные станицы полным разорением и уничтожением, жители все степлись в этот храм, великим святыням, чтобы молить Пречистую Матерь Божию о спасении Ея Града, как назывался всегда Константинопол. В храме за этим богослужением присутствовал великий праведник того времени Андрей Христорадий Гродивый, вместе с своим учеником Епифанином. И вот в четвертом часу ночи им представило зимное зрелище. Под главных храмом по воздуху шестовала величественная жена, окруженная страшной свитой. Предсеча Господень и святые Иоанн Богослов поддерживали ее под руки. Множести святых в белых одеждах сопровождали ее, иные последовали ей, воспевая священную песню. Когда она приблизилась к Богу, Андрей, как бы не доверяя своим очам, спросил Епифанин, видишь ли госпожу и царицу мира? Вижу, отец мой духовный, отвечал Бог, и уж остаюсь. И вот, пока они смотрели, она подошла к престолу и, преклонив колено, молилась на долгий час к Богу, обливаясь слезами в свое боговидное и причистое лицо. Поднявшись затем с колен, она сняла своей причистой головы, блиставшей наподобие волги, великое и страшное покрывало, и с особенной торжественностью, держа его обеими руками, простерла его над всем стоящим в краме народа. И пока и она была пресвятая Богородица, видно было и это дивное покрывало, излучавшее из себя бургевидную славу Господу. И что же? Страшные враги были отбиты, и опасность раздарения для царственной столицы была избеждая. В гороскопе других случаев было в истории византийской беде, когда причистая матерь спасала Константинополь от лютых врагов. Константинополь носил название Нового или Второго Рима, после того, как Первый Рим Павел Богударович Павел и Константинополь в течение ряда реков был столицей мировой православной империи, хранившей святую православную веру, был облоком святого православия для всего тогдашнего человечества. Несмотря даже на многие ереси, которые там появлялись, порой убывали императоры и летчики, то в конце концов святое православие всегда торжествовало, поддерживало победу над всеми ирисями, знак чего в IX столетии был даже установлен особый праздник торжествов православия, которое справляет Святая Церковь и на нынешнем времени первую неделю Белитого Песта. Но вот пришло страшное время, когда истинная вера в этом царственном граде, бывшем градом Богородицы, как это мы и до сих пор вспоминаем, читая Великим постом канон преподобного Андрея Кривского, и из такое моление, сохранившееся до нас еще от тех пор, «Град твой сохраняй, Богородительцы, плечистые». Этот град твой и был именно царственный град Христа Церкова. Но вот вера православная в нем заколебалась настолько, что в 1439 году произошло бавальное отступление от истинной веры, от святого православия. Была заключена губительная акуния с папским римом. Православие было предано всеми, начиная с самого малодушного императора и всех епископов, за исключением единственного святых отца нашего, матка, митрополита Ефесского, великого исповедника и борца на святую православную веру, каким мы до сих пор его, особенно чтим и часто вспоминаем наших молитв. И что же после этого произошло? Всего какой-нибудь десяток с небольшим лет, и в 1453 году царственный град Константинополь, этот второй рим, пал под ударами бурок, испытав полное разорение и страшное порабощение. И до сих пор этот царственный град, это величественная столица святого православия, где до сих пор еще существует ныне обращенный сначала в мечети, затем в музей, великолепнейший храм раб святой Софии при мудрости Божьей. Достоинство второго рима перешло тогда по промыслу Божию к третьему риму. Третьим римом был наш российский царственный град. Мострат по промыслу Божией Матери был перенесен на нашу Родину, Россию, которая ненапрасно носила великое и святое прогоценнейшее именование дом Пресвятые Богородицы. И сколько раз в своей истории русский народ искритал дивное заступничество и покров Божией Матери. Мы об этом часто вспоминаем в целом ряде праздников, особенно в дни праздников в честь величайшие и заветнейшие святыни русского народа, исторические святыни, чудотворные иконы Владимирской Божией Матери, а затем чудотворные иконы Казахстой Божией Матери, по маницаме, перед которыми Матери Божией спасала не раз русский народ, отгрозивший ему, казалось, окончательным именем. Москва Третий мир, а четвертому сказано было не быть, и вот, увы, началось и у нас в России холебание в истинной вере, под влиянием нечестивого богатскутнического запада, и в последнее время произошло также повальное обступление от истинной веры, предательства истинной веры. номер 88 напечатали пулы на Божию Матери. Вот Божия Матерь не отвратила лицо свое от нас, а ради нее истин меня, а ради свина Божия Бог Отец и Бог Дух Святый. Божия за нас, если Бог против нас, увы, увы, нам. И святитель Пеофан целом ряде своих истин, предрекает неизбежную страшную кару Божию России и русскому народу за это ужасное богатскутничество, за то, что наша Родина не устояла на высоте своего призвания быть Третьим Римом, хранительницей единой истинной, единой спасающей веры для всего мира, веры православной. И мы видим, как эти предречения и святителя Феофана, и других великих наших праведников, особенно последнего и дни святого праведного отца нашего Яна Ковыштавского, ужасно для нас образа в исполнении, какая страшная кровавая катастрофа разразилась над нашей Родиной. И вот уже 50 лет страдает и мучится русский народ под именем лютой безбожной власти. И 50 лет мы не видим, чтоб на место Третьего Рима где-нибудь возник четвертый вид. Четвертому не выйти. так сказано, так и должно быть. Теперь что-нибудь одно или безусловный конец, конец мира, признаков чего такое множество. Или есть и будет покаяние в русском народе, массовое покаяние, обращение к Богу полное и всецелое, покаяние слезы перед нашей заступницей Пречистой Матери Божьей. Тогда еще есть надежда на спасение и есть предсказание некоторых наших духовных мужей, что наша Родина Россия еще может воскреснуть на некоторое короткое время, на апокалипси, полчаса и в необыкновенный расцвет святого православия. Но это предсказание конечно исполнится только тогда, если действительно будет покаяние. Без покаяния нет спасения. Вот почему единственное, что для всех нас православных русских людей сейчас нужно, это покаяние. Да поможет нам в этом сама Пречистая Матери Божия. И да сотворит она по-прежнему нашу Родину домом своим. Да будет она вновь святая Русь и дом Пресвятые Бога. Редактор 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 Корректор Редактор